Презентация книги о людях, покоривших реки, прошла сегодня в Барнауле. «Человек с веслом» — это не просто воспоминания о знаковых для водного туризма событиях, это рассказ, который будет интересен даже тем, кто и весла-то в руках никогда не держал. Подробнее Сергей Пинчук. Большинство людей всю свою жизнь только и делают, что занимаются тем, чем вынуждены заниматься. И лишь немногие могут себе позволить роскошь делать то, что им хочется. В пропитанном условностями человеческом обществе крайне сложно быть самим собой. Вода все условности смывает. Чем мы занимаемся всю жизнь, в любом случае это наш выбор, и в любом случае это опасно. Для чего мы занимаемся этим? Это уже другой вопрос, и не очень даже и нам понятный, зачем это нам надо. О реках, порогах и людях, которые по этим рекам плавают. В книге 400 страниц, и все они читаются буквально на одном дыхании. За 30 лет случилось немало, но есть события, не упомянуть о которых нельзя. Например, чемпионат мира по рафтингу, проходивший в 89-м году в рамках фестиваля «Чуя-ралли». Ну, Карагемский прорыв, наверное, тоже можно выделить сюда. Это то препятствие, которое манило водников Алтая, и не только Алтая, а со всей России. Вот. И именно алтайскими водниками было сделано прохождение. В учебнике водного туризма эта история вписана золотыми буквами. Попыток пройти Карагемский прорыв, в том числе трагических, было сделано немало. А совершить невозможное удалось лишь экипажу Александра Провоторова. Нет, наверное, наоборот. Чтобы любить жизнь, нужно такие вещи делать. Надо делать какие-то сумасшедшие вещи, и после них, когда ты уже выживаешь, жизнь становится очень сладкой. Вот это точно. Информация уникальная, тираж раритетный. Это второе издание книги, исправленное и дополненное теми, кто, как оказалось, умеет держать в руках не только весло, но и ручку. Сергей Пинчук, Алексей Леоненко, Влад Лишенко. Вести. Алтай. Субтитры подогнал «Симон»!